Машины сутками стоят, крайнего нашли, две минуты остановился до магазина. А я не матерюсь. Авось пронесет. Вот на что, по всей видимости, надеются любители парковать автомобиль не по правилам, а по собственному желанию. С начала текущего года за нарушение остановки и стоянки транспортных средств в городе Владивостоке привлечено к административной ответственности порядка более 4 тысяч водителей. Такие рейды вдоль Владивостокских дорог проходят ежедневно. Без них не то, чтобы парковаться, да и просто проехать по центральным дорогам было бы невозможно. Каждый день с таких бесплатных парковок на арест площадки попадают порядка 20 эвакуированных автомобилей. Так что не нашли свой оставленный во втором ряду автомобиль? Ищите его на штрафплощадке. В городе таких три – на Западной, Борисенко и на Волжской. А здесь на штрафстоянке даже самым экономным придется раскошелиться. Стоимость такой парковки почти в 10 раз выше обычной. 2,5 тысячи придется заплатить только за доставку и еще за каждый час простаивания автомобиля. Правда, для некоторых припарковаться у самого входа все же оказывается важнее, чем получить штраф. И оставленный телефон на панели управления от сотрудников ДПС уже не спасет. Процент гораздо выше, чем в прошлом году. То есть, несмотря на все меры, принимаемые ДПС, люди либо не хотят, либо просто отказываются выполнять правила дорожного движения. И так же по-прежнему нарушают. По словам автоинспекторов, самым запаркованным районом был и остается центр города, а также районы вблизи торговых центров, рынков и вокзалов. Архитекторы, в свою очередь, говорят – расширить дороги в центре просто невозможно. Причина – историческая застройка города. Допустим, Бородинскую можно, та, которая идет нечетно в районе церкви, ее расширить. Но это опять-таки за счет зеленых насаждений, за счет тротуаров. Стоит ли ради расширения дорог убирать все тротуары и вырубать деревья, если порой вместо долгого поиска свободного места можно просто немного пройтись пешком? Инна Коновалова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова